привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня я хочу поговорить о задачах очередного сезона международного турнира юных физиков а его и пяти которые были опубликованы несколько дней назад но сначала несколько слов о самом турнире это такие командные соревнования школьников которых решаются исследовательские задачи одни и те же задачи решают школьники в разных странах потом они сообщают свои решения на региональных турнирах на национальных и в конце концов на международном который пройдет через год и исследование будет идти вот так целый год до следующего лета а сейчас я хочу познакомить вас с несколькими задачами текущего сезона задача номер пять называется теннисная ракета в ней предлагается взять сосуд с водой поместить него теннисный шарик и уронить так что шарик подлетает весьма высоко и в задачи надо изучить это явление а для лабораторных испытаний можно построить вот такую установку сосуд висит на нитях и вода в нем может успокоиться внизу стоит доска на которой он будет падать и ограничитель чтобы после удара сосуд я прокинулся и вода из него не разлилась по столу но они теперь сжигаются спичкой и шар прекрасно подлетел вверх посмотрим на этот же процесс засняв его на скоростную камеру и так удар и мы видим что шар подлетает вверх на вершине кумулятивной струи и кажется что он летит даже выше чем самые верхние капли 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 упали а шар еще нет здесь возникают разные вопросы относящиеся к качественному объяснению явления почему при таком ударе возникает кумулятивная струя и почему шарик подлетает выше чем самые верхние капли этой струи а юным физиком предстоит произвести и количественное исследование явление и осуществить и запуск шарика на максимальную высоту ограничившись объемом воды в два литра следующая интересная задача там все задачи интересны называется ходунки на пандусе и чтобы продемонстрировать условия мы сделали вот такую бумажную игрушку такого монстра на четырех ногах я ставлю его на наклонную плоскость отпускаю вот так занятно идет покачиваясь из стороны в сторону и перебирая ногами ну и хорошо бы посмотреть на него замедлив это движение что там с ним такое происходит здесь движение замедлено в 10 раз и мы видим занятные подробности модель шагает переваливаясь сбоку на бок и на каждом шаге успевает покачать поднятой передней ногой потом нога встает на опору и подгибается назад до следующего шага запасая упругую энергию а задние ноги скользят по пандусу и в результате ходунок спускается по такому уклону пандуса с какого за счет трения скольжения он бы не съехал а в задаче надо исследовать как скорость спуска такого устройства зависит от его геометрии но я бы добавил от его массы расположение центра тяжести от наклона доски и наверное от разных других параметров поэтому задача представляется исключительно сложной но возможно как бы ее получится упростить сведя каким-то более простым моделям и уже это продвижение будет очень даже достойным а еще одна задача из этого списка называется гигантская звуковая пластина в этой задаче предлагается взять жесткую пластинку достаточных размеров но вот у меня такой стальной листочек и начать ее резко сгибать и при этом возникает очень своеобразный звук и в задаче требуется объяснить это явление и исследовать его ну и кстати сказать по поводу вот этого вопроса я предлагаю вам написать свои комментарии под этим роликом а список из остальных задач а всего задач 17 можно посмотреть по ссылке под этим роликом ну кстати сказать чтобы участвовать в турнире не нужно решать все задачи для участия в региональных турнирах обычно требуется сделать 5-6 задач из этого списка для участия в российском турнире ну что-то в районе 10 и теперь я хочу обратиться к учителям физики которые нас смотрят если вас заинтересовал мой рассказ о турнире если вы хотите чтобы у вас школе появилась команда и поучаствовала в каком-то региональном турнире для начала а может быть и в российском уже в этом году напишите об этом в комментариях под этим роликом свяжитесь с нами но мы объясним что и как требуется делать а сейчас спасибо вам всем за внимание